Итак, дорогие друзья, мы с вами продолжаем работать с примерами проектов для того, чтобы иметь знания твердые под джанго. В сегодняшнем четвертом уроке мы очень подробно разберемся с API джанго соединения с базой данных. Зачем нам это нужно? Две вещи. Первое. Твердо понять, как работает джанго, четко знать, как писать представления. API слишком важная вещь, чтобы их игнорировать. Я только приведу сейчас очень короткий пример, а все остальное в курсе. Курс посмотрите. Значит, я дал и код, но код надо проделать все самому. Курс посмотрите. Мы разобрали довольно все глобальные вещи, один из уроков. И вы и так должны были это знать, но тем не менее, это нам надо было сделать, потому что API слишком важны. И надо в свою практику включать API на постоянной основе, потому что это кайф. Это кайф, это понимание и много чего еще. API работать очень просто. Мы разобрались. Я дал. Это Python консоль. При этом получается и связанная с Python. Сейчас мы импортируем нашу модель пользователя. Импортируем нашу написанную модель в предыдущих уроках. И попробуем обратиться. User3, например. Далее обращаемся к стандартной модели User. Мы создавали с вами пользователей. Пару создали админ и рут. Далее мы легко можем обратиться к пользователю и понять, как это работает. В данном случае запрос get, то есть точное по юзернейм. Юзернейм равно у нас есть пользователь root. Мы точно знаем, вот уже не вызвало ошибку. Далее давайте выведем print user3. И мы получаем пользователя root. Ну, сейчас я совершенно просто показал. В курсе мы разобрали намного больше вещей. В принципе, я говорил, что вы это уже должны были знать. Но я смотрю по школе, многие как-то избегают, то ли боятся API. И пришлось написать исчерпывающий курс, чтобы действительно показать достижение двух задач. Первое. Это твердое понимание, как джанга работает с базой. А джанга работает абсолютно с любыми современными базами, не зацикливаясь. И четко знать, как писать представление. Прежде чем писать представление, надо, по крайней мере, понимать, что мы хотим выбирать с базы данных. Поэтому мы рассмотрели довольно много вещей. Довольно много вещей. Самые такие вещи распространенные. Вызывали себе некие ошибки. Обращались просто. Просто выводили все объекты. Выводили по полю. Выводили. Работали с керри все. То есть с выборка объектов. Выводили определенные записи. Создавали. Удаляли. То есть это ставит для нас знание. Действительно. Мы начинаем очень четко понимать, как работает джанга. При этом нам легко писать представление. Я думаю, что курс вообще не вызовет никаких проблем. Если люди изучали, например, ранее курсы написанные. Говорю всегда для новых, что иконки в личном кабинете расположены таким образом, как бы я рекомендовал проходить. Чтобы получить знание. Спасибо вам за доверие. Теперь информация для новых. Сайт вы будете видеть следующим образом. Для того, чтобы работать с уроками, вам необходимо получить логин и пароль. Логин и пароль пожизненно занимайтесь. Спрашивайте, что непонятно в группе. Смотрите уроки. Все уроки у нас по шагам. То есть, что это значит. Это и значит, что пошли первый, второй, третий и так далее. Все четко разложено. Спасибо за доверие. Успехов.